Эту книгу написал всем известным учёным Айзек Азимов. Он, в принципе, я бы не сказала, что он прям вот египтолог, однако должна заметить, что данное издание под названием «Египтяне» ему очень сильно удалось, её нельзя, он написал от дальнейшей цивилизации до наших дней, потому что действительно хватает, начиная с образования первой египетской деревни на берегах Нила и заканчивая вот буквально вчерашним днём в этой стране. Это у нас издательство «Центр полиграф» 2007 года книга. Что я хочу сказать, здесь всё написано очень скупо, очень скупо, очень коротко, очень узко, но зато здесь написано всё. Ну, то есть написать совершенно обо всём, конечно, невозможно о египетском. Но вот то, что возможно, оно здесь есть. Повторюсь, что очень скупо и очень энциклопедически, то есть буквально в нескольких стаках самое-самое-самое важное, поэтому формат такой достаточно небольшой, и здесь всего, скажу, сколько страниц это принадлежит, это при таком-то формате, 267 страниц при таком формате, ну, и при этом очень достаточно ёмко и содержательно, и рекомендую. Также я хочу показать три книги из серии «Загадки Древнего Египта». Они все из одной серии. Так, «Египетские храмы», «Жизнь в Древнем Египте» и «Государство, армия и общество Древнего Египта». Уже по названию можно понять содержание этих книг. Это документальные, очень неплохие книги, однако я о них сказала только так, вскользь, потому что, ну, что у них ещё скажешь. Это, кстати, тоже книги «Загадки Древнего Египта» как и предыдущая, но только неужели 2008 года. Я тебе хочу показать одну книжку, какое-то, небось, её название, ладно? Называется «Древний Египетская магия», автор Боб Бриер. То есть здесь всё, что как-то касается мифологии, каких-то верований египетских, здесь всё это подано под таким соусом, что «Magic Wizard», «Магия», в общем, лучше всего. И при этом не пугайся слова «магия», здесь действительно всё написано по-серьёзски, всё правда, всё настоящее, всё такое вот, то есть, мумификация, какие-то вот египетские заговоры от каких-то болезней, об амулетах. Я нигде не могла найти информацию, как египетские женщины рожали, я здесь её нашла. Хорошая книга, отлично, я рекомендую. Это у нас издательство «Крон Прейс» 2000 года. Вот она такая вот, красавица. Вот эта книга вообще моя прям любимица, 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 любимица. Она просто на первом месте, наверное, потому что... Не потому что она, наверное, другие книги хуже, которые я только что показала. Потому что она... Это была у меня первая толковая книга подобного плана, которая появилась в моей египетской библиотеке. Называется... Её наверняка многие знают, кто интересуется Египтом, потому что она очень популярна. Это «Красная земля», «Чёрная земля». Автор Барбара Мерц. У меня есть эта же книга в другом формате. Она сделана более строго. Она сделана вот в таком стиле. Вот, но я всё-таки такой приселее как-то формат. Решила показать именно вот эту книгу. То есть, почему она называется «Красная земля», «Чёрная земля»? Потому что Египет делится на верхней, нижней. Та, которая «Чёрная земля» называется, так имеет на самом деле, а не Египет. Египет — это греческое наименование этой страны. Вообще, мне не нравится. Очень многое, почти всё египетское названо греческими именами. Поэтому мне очень понравилось, что автор назвала свою книгу именно так. Я, к сожалению, не помню, как на египетском называется «Красная земля», то есть пустыня. А вот «Чёрная плодородная» с почвой. Почему называется «Чёрная земля»? Потому что почва прямо ж чёрная от своего плодородия. Так и нет. Очень хорошая книга, достаточно подробная про почти все, про очень многие аспекты жизни Египтя, начиная от будничных дней и заканчивая путешествием в Дуат, в мир мёртвых. Действительно, потрясающая книга. Если ты ещё не читала её, я просто настаиваю найти, прочти. И я думаю, ему тебе понравится обязательно. Вот такую книгу-журнал. То есть она в таком стиле журнальном. Такая тут мягкая обложка. Она вот так вот открывается. Я купила в Египте, когда я ездила в 2008 году. И да, там есть русскоязычные издания. И вот эта книга стала одной из моих любимец, потому что она действительно себя включает в очень многое, начиная с тех дней и заканчивая нынешними. Здесь очень много иллюстраций. То есть прелесть, 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 прелесть. Я вот там в Египте её просто затою зачитала. Тем более, что у меня... Я была ограничена в чтении. Я взяла за собой всего лишь сборник стихов Семёновой, сборник Пиэш Шекспира, какой-то детектив. У меня в этой книге, чтобы не жалко было выбросить, но так как я книги не выбрасываю никогда, даже самые ужасные, я её так и не привезла за собой обратно. Написал её, кстати, Мухаммед Атта. Вот его портрет. Написано «Египтянин, египтовый катаристический гид». Родился, вырос в Египте, бла-бла-бла. То есть, как-то его биография. Ну, чувак просто молодец, я хочу сказать. Что, кстати, очень интересно, все иллюстрации, а их здесь полно, взяты из личного архива египтовога, то есть, да. Я даже боюсь озвучить. В общем, я его покажу. Кому нам нужно вообще взятыство, кроме меня? Вот оно, вот где мой средний палец. Обязательно мне нужно средний палец всегда показать, а вот что я за человек такой. Не нахожу год издания, к сожалению. Даже есть карта современного карьера. Эй, эй, вот я узнаю ним и Ханьковой. Вот я его знаю, мил. И последняя книга, которую я хочу показать, она просто шикарна. Хотя она малопознавательна для тех людей, которые уже хоть что-то знают о Египте. Она подойдет очень хорошо для тех людей, которые мы хотим окунуть в этот мир. И хотя я не люблю широкоформатные книги. Здесь это исключение из правил, потому что это широкоформатная книга. Теперь обращение. Даже если ты профессиональный гиптолог, купи эту книгу. Она тебе доставит эстетическое удовольствие. Она такая очень декоративная. Здесь все очень такое, все изображения очень... Ну, ты можешь все это видеть здесь или здесь. Не знаю, куда я вставлю. То есть здесь даны начальные знания о том, что мы ценим в Египте, какие памятники культуры. То есть даже здесь есть пара иероглиф, как их читается. И эта книга, она сделана не просто, как набор, так скажем, впечатляющих иллюстраций и пояснений к ним. Она начинается с того, что некая женщина в XIX веке, если мне не изменяет моя память, отправилась в Египет на поиски гробницы Осириса. Да, бога Осириса. И она. И вот эта книга, она ведется как бы от ее имени. Здесь переводятся тюрьки, которые она посылала своему родным или какие-то записи она делала в своем дневнике. И заканчивается эта книга тем, что она пишет, что завтра, что кажется, мы нашли гробницу Осириса. Завтра мы идем туда, внутрь. И на этом записи обрывается. Сама эта женщина пропадает. И ее команда тоже куда неизвестна. То есть такая очень хорошая, действительно потрясающая книга. Я считаю, что, это, конечно, мое мнение, каждый человек маломальски интересующийся этой страной непременно, обязательно должен иметь у себя эту книгу. Иначе просто... Я, например, когда ее приобрела, я знала все совершенно, что здесь написано, и даже более подробно. Но для меня, и мне эта книга уже несколько лет, в моей библиотеке, делает ей честь, моей библиотеке, своим присутствием. Я до сих пор очень люблю перелистывать ее, сматриваться в картинке, вот в эти изображения. Она действительно сделана так, что даже если тебе 69 лет, то ты все равно будет... Ты с удовольствием превратишься в 7-летнюю девочку, ну или мальчика, и как просто ребенок будешь сидеть, рассматривать эту книгу и визжать от счастья. Но я заболталась. Так, это издательство Махаон. Вот его значок, то самое, которое комиксы обычно печатает. Я его покупала за 800 рублей, когда-то, давным-давно. Вот. А год издания я, наверное, не смогу тебе сказать, потому что я его здесь так и не нашла. Я вот эту книжку прямо вот... Ну, копи ее, копи. Ты не пожалеешь, правда. На этом мои египетские фавориты в моей египетской библиотеке заканчиваются. Я тебе, я не знаю, желаю любви к истории, потому что, если не знаю историю, мы не постоим нормального будущего, я его имею в виду. Так что, пока.